Проповедь 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 Дрожжей, что в свою очередь служило символом нравственной чистоты человека, то есть Бог ищет чистоту в сердце человека. Два последующих праздника, один назывался праздник первых плодов, другой праздник назывался Пятидесятница, и само название праздника Пятидесятница говорил о том, что он празднуется на 50-й день после чего-то, а именно после Пасхи. Это были праздники, связанные с благодарением Бога, с благодарением Бога за дары насущной пищи. Далее, вот в этом еврейском календаре следовал праздник, который так назывался День Труп, это уже подходило к осени, когда специальные трубы возвещали о священном собрании, и это было такое собрание, на котором решались самые важные дела жизни израильского народа. А затем следовал один из самых важных праздников еврейского календаря. Это День Очищения или День Умилостивления. Сегодня для евреев это самый главный праздник, День Всеобщего Раскаяния. А вот самым длинным праздником года, самым длинным праздником еврейского года сегодня отмечается, и тогда был праздник поставления кущей. Ранней осенью в течение семи дней отмечалось, с одной стороны, завершение урожая. То есть вот так вот завершался урожай вот этим вот праздником, праздником поставления кущей. Но с другой стороны, вот когда завершался урожай, и люди что-то собирали, может быть, что-то не собирали, когда, как бы то ни было, это было время, когда люди вспоминали милостивое обеспечение Бога израильтян в пустыне. То есть время праздника кущей. Иногда люди жили в палатках, смотрели на небо, и вспоминали вот это время, когда вот столько лет израильский народ находился в пустыне, а Бог их не оставлял. То есть у них была и пища, у них было питье. Ещё было вот особенно время праздника кущей о тем, что вот в этот именно праздник происходила молитва. Молитва о благословении. Особенно люди просили о воде, чтобы Бог послал воду для урожая на следующий год. Интересно, что вот ежедневно во время праздника кущей паломники, которые к этому времени заполняли Иерусалим, они были свидетелями очень-очень захватывающей церемонии. Вот попробуйте представить себя в Иерусалиме. Ну, сначала, вот как это происходило, попробуйте представить. Первосвященник, да, выходил из храма и направлялся к купальне села. То есть был вот такой вот пруд, где-то в Иерусалиме находился этот пруд. Первосвященник направлялся вот к этому пруду. Для чего? Для того, чтобы в золотой кувшин набрать воды. Всё очень просто. Золотой кувшин наполнялся водой первосвященником из купальни села. Затем этот кувшин с водой в торжественной процессии несли в храм. В храме звучала труба. Собирались священники, и они начинали обходить жертвенник. Всё это сопровождалось пением псалмов. Когда доходила очередь до 117-го псалма, а он у нас с вами на наших плакатах, 117-й псалом, 1-й стих. А когда вот хор начинал петь эти слова, «Славьте Господа, ибо Он благ, вовек милость Его», вот к пению этих слов присоединялись все паломники. То есть сначала пели только освященники, левиты. Но когда очередь доходила до 117-го псалма, 1-й стих, вот к пению присоединялись все паломники. И вот когда пение хора соединялось с пением паломников, вода из золотого кувшина изливалась в жертве благодарности Богу. С одной стороны, я думаю, вы можете вспомнить одну очень интересную библейскую историю, которую вот эта вот церемония напоминала, это Моисей, когда он ударил в скалу и потекла вода. То есть с одной стороны, вот люди вспоминали, «Господи, как ты заботился о людях! Ты даже в пустыне посылал воду!» Молились о том, чтобы, ну вот эта вот благость Бога, слава Бога, чтобы она сопровождала народ в течение следующего года. Но с другой стороны, вы знаете, вот опять попробуйте представить, как жили евреи. Вот эти вот церемонии, в которых они постоянно участвовали, вот эти церемонии храма, жертвоприношения, праздники и так далее. Ведь если вот представить себя вот евреем, благочестивым евреем, который думает об этом, вдумывается в этом, и ты поймешь, что вот, ну, вот то, что ты делаешь, да, или то, что делается в храме, это не то, что должно быть. Но, скорее всего, они осознавали и понимали вот эти вот жертвы животных, церемонии, эти обряды, они служат, вот на что-то указывают. И действительно, вот сердце благочестивых евреев, иудеев, мы с вами об этом читаем, в Новом Завете, оно было наполнено вот этим вот ожиданием прихода Мессии. То есть во всех этих служениях люди замечали не просто обрядность, знаете, не просто скукоту или какую-то тягость, то есть люди ожидали. Вот представьте себе вот людей, которые вот участвовали в этой церемонии, и потом они очень как тщательно читали священное писание, и были библейские тексты, которые вот придавали этой церемонии особенную торжественность. Давайте попробуем представить, в то время, когда вот священники обходят вот этот вот жертвенник с кувшином воды, когда изливается от кувшин воды, вот, и давайте попробуем представить, вот именно в этот момент вспомнить один библейский текст, книга пророка Исаии, 12 глава, 3 стих. «В радости будете почерпать воду из источников спасения». Представьте себе людей, которые в этом участвовали, людей, которые хорошо понимали, что вот эти обряды мне что-то указывают, что-то показывают нам, и вот они вспоминают этот стих. То есть вы можете представить себе состояние людей? «Славьте Господа и вам благ, во век милости Его, в радости будете почерпать воду из источников спасения». То есть вот такая вот торжественность, и вот сердца людей наполняются каким-то особым ожиданием, то есть они понимают, скоро придет Мессия, и приход Мессии будет сопровождаться вот таким большим благословением, когда Его народ в радости будет почерпать воду из источников спасения. А вы знаете, что интересно? Интересно то, что евангелист Иоанн рассказывает нам о Господе Иисусе Христе, который был именно на этом празднике. Евангелие от Иоанна, 7 глава. Давайте проследите за мной, пожалуйста, всего три стиха. Вот то, что произошло в этот день в храме. 7 глава, с 37 до 39 стиха. В последний же великий день праздника, речь идет именно о празднике поставления кущей, который уже отмечался на протяжении семи дней, вот если осмотреть на текст. «Стоял Иисус и возгласил, говоря, кто жаждет, иди ко мне и пей, кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». То есть это то, что сказал Господь. А вот посмотрите 39 стих, это уже комментарий, который добавляет автор Евангелия, евангелист Иоанн. «Сказал Он о Духе». То есть Иоанн объясняет читателям смысл слов Христа, то есть что хотел сказать Христос. «Сказал Он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было ни Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен». Вот опять давайте представим себя в храме, именно тогда, когда там был Господь. Вот мы смотрим на Господа, и посмотрите, Он как бы хранил вот это изречение к кульминации праздника. То есть Он сохранил вот это высказывание, то, что Он сказал, хранил для какого-то определенного момента. А почему? А потому что ведь праздник был наполнен вот этими богатыми символами, и именно вот эти богатые символы, вот эта богатая церемония готовили основу для высказывания, «Кто жаждет, иди ко Мне и пей! Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Теперь, в самом заключении еврейского года, Господь раскрывает людям, которые пришли на этот праздник в храме, значение символов. То есть теперь люди могут понимать, вот которые присутствовали в тот момент в храме, вот они наблюдали эту церемонию, теперь Христос объясняет им, раскрывает с точки зрения жизни, которую Господь принес людям. С одной стороны, конечно, мы смотрим на людей, если вы представляете себя там, во время праздников, в первую очередь люди думали об утолении жажды человека, то есть мы с вами понимаем, знаете, есть такие высказания, что говорят, если вот, какого человека может стать счастливым человеком, вот настоящее счастье, это утолить жажду стаканом воды, не так ли? То есть люди это прекрасно понимали, может быть, особенно живя в Израиле, вот в таком климате. То есть с одной стороны, люди думали об утолении жажды, люди молились Богу о дожде на следующий год, а вот Господь своими словами обращает внимание не на тело человека, Он обращает внимание на глубокую потребность души человека. И не только Он показывает, что есть потребность души человека, что есть жажда души, которая, Он говорит о том, что Он может восполнить эту жажду. То есть не только показывает жажду души, но Он говорит о том, что Он тот, кто восполнит эту потребность и то, как эта потребность восполняется. То есть Христос очень интересно все это объясняет. Немного раньше, вот Евангелист Иоанн, он говорил уже о воде живой, в Евангелии тоже известна для нас с вами история встречи Христа с Самарянкой. А вот здесь он то же самое говорит, только объясняет это уже в терминах Святого Духа. В последний великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, кто жаждет, иди ко мне и пей. Вот посмотрите опять, какую картину пишет нам евангелист Иоанн. Он там присутствовал, наблюдал, да, то есть вот эти вот маленькие детали, на которые он обращает внимание. Во-первых, Иоанн говорит, что Христос возгласил, что значит, сказал громким голосом. То есть голос Христа выделился вот в храме, громкое и очень решительное провозглашение. Ну для чего? Чтобы все люди могли слышать, чтобы все люди могли прислушаться. Далее написано, что Иисус стоял. Обычно учитель израильского народа сидел, а вокруг него собирались ученики. Вспомните, как начинается Нагорная проповедь. Нагорная проповедь начинается со слов, когда Христос сел, к нему приступили. Его ученики. То есть обычная поза учителя – это сидеть. Здесь Господь встает и говорит громким голосом. Итак, осанка учителя, голос учителя привлекают внимание к его словам. Иисус приглашает жаждущих прийти к нему и пить. Подразумевая, что именно жаждущая душа получит удовлетворение потребности, которая в другом месте не может быть обеспечена. Интересно, вот опять людей, которые присутствовали там, и вот как это сравнить, которые наблюдали за церемонией, и как это можно сравнить со словами Христа. Дело в том, что никто из паломников, которые посещали Иерусалим во время праздника кущей, не пил воду из золотого кувшина. Никто из паломников не пил воду из золотого кувшина. Если бы и пили воду из золотого кувшина, эта вода только бы обеспечила физические нужды человека. Далее. Порядок праздника включал в себя и молитву о воде, о чем я уже упоминал несколько раз. Посмотрите. Христос провозглашает ответ на молитву. Христос провозглашает ответ на молитву людей. Кто жаждет, иди ко мне и пей. Люди молятся о воде. Люди молятся о благословении и дождя для урожая. А Христос отвечает на эту молитву так, как молящийся человек никак не ожидал. Иногда так Господь отвечает на наши с вами молитвы. Интересно, что говоря о Духе Святом, вот опять евангелистян добавляет свой комментарий. Он очень странный, немножко непонятный комментарий. Ибо еще не было на них, на ком, на верующих Духа Святого. Этим коротким комментарием евангелист подчеркивает. Братья и сестры, вот обратите внимание. Мне кажется, это очень интересно, это даже немножко захватывающе. Подчеркивает привилегию верующих Нового Завета. Все верующие Нового Завета испытывают то, что не мог испытывать ни один, ни один верующий Ветхого Завета. Господь Иисус Христос имеет в виду благословение Пятидесятницы. Конечно, несомненно, Святой Дух присутствовал во время Ветхого Завета, действовал в людях. Но в Пятидесятницу Он вступил в более близкие отношения с верующим. Давайте спросим следующий вопрос. А почему нужен был этот короткий комментарий? Почему вот апостолу Иоанну, автору Евангелия, нужно было оставить этот комментарий, что еще не было на людях Духа Святого, на верующих людях Духа Святого? Дело в том, что вот апостол Иоанн этими словами открывает для нас с вами служение Духа Святого. То есть мы с вами узнаем о том, что делает Дух Святой, как Он действует, Дух Святой. Оказывается, первый ответ на вопрос служения Духа Святого в Новом Завете, оказывается, им кроется в связи, которую Писание устанавливает между даром Духа Святого для верующего человека и прославлением Иисуса. И оно очень ясно показывает, что дар Духа Святого тесно связан с прославлением Иисуса. Не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. Опять интересно следить, как пишет евангелист Иоанн в своей Евангелии. Несколько раз он уже говорил о славе Господа. И помните, вот эти вот слова опять, свидетельство людей. «Мы видели славу Его», вот так вот пишет в видении опять апостол Иоанн. «Мы видели славу Его», или чудо в Кане Галилейской, где написано, что Христос вот этим вот чудом явил славу Свою. Но эти слова, все эти слова, они говорят о жизни Спасителя. А вот во время праздника Кущей звучит самое первое упоминание о том, что Христос будет прославлен через смерть, погребение и воскресенье. Так получается, оказывается, то, каким образом верующие должны получить Духа Святого, зависит именно от завершения служения Иисуса. Оказывается, то, каким образом верующие должны получить Духа Святого, зависит именно от завершения служения Иисуса. Только тогда, только тогда Дух придет в новом качестве. в каком качестве приходит Дух Святой, как потоки воды живой для человека и затем из человека. Ну вот, если этот текст перед вами, посмотрите, пожалуйста, немножко трудно понять слова Господа. Вот для понимания слов Христа существует определенная трудность. Ну, вот так вот говорят, трудность в переводе этих слов на русский, на английский язык. Ну, во-первых, неясно, на какой именно отрывок Ветхого Завета ссылается Иисус, когда говорит, кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. То есть, о каком тексте Писания говорит Господь, когда повторяет свои слова? Ни один из текстов Ветхого Завета не говорит прямо об этом. Во-вторых, как понимать следующие слова Господа? Из чрева потекут реки воды живой. А что является первоисточником живой воды? Что является первоисточником живой воды даже в человеке? Даже если из верующего потекут реки воды живой, как они туда попадут? Откуда? Почему открывается этот источник? Вполне возможно, мы тоже это утверждаем и говорим, что реки воды живой, Господь говорит о Духе Святом, они рассматриваются как текущие изнутри верующего, изнутри верующего человека. Но как в самом верующем, оказывается, открывается этот источник? Ни один раз в книгах Ветхого Завета используется вот этот вот интересный символ воды, как духовное благословение от Бога. Но помню некоторые тексты. Я думаю, очень знакомые тексты, тексты, которые мы любим читать, любим повторять. Вот помните книга пророка Исаии, 58 глава? Замечательный библейский текст. Вот читаешь, как утешение, особенно, когда какие-то трудности в жизни или когда кажется, что все сухо вокруг. Вот посмотрите какие слова. «И будет Господь вождем твоим всегда, во время засухи будет насыщать душу твою, уточнять кости твои, и ты будешь, как наполненный водою сад, как источник, которого вода никогда не иссякает». Вот представьте людей, которые читали эти слова. Я думаю, вы тоже, братья и сестры, читали эти слова, «ты будешь, как наполненный водою сад, как источник, которого воды не иссякнут». Следующий библейский текст. «Больше всего храни его, храни сердце твое, потому что из него опять Писание говорит об источниках жизни». То есть не раз книги Ветхого Завета говорили о том, что в человеке что-то происходит, может что-то произойти, и сам человек становится источником, источником воды живой. Таким образом, вот смысл нашего отрывка, который говорит о Господе на празднике Кущи, заключается в том, что когда кто-то начинает верить в Иисуса Христа, вот эти вот слова Писания, замечательные слова Священного Писания, относящиеся к деятельности Духа Святого, они исполняются. Как бы открывает вот значение книг Ветхого Завета, когда ты будешь как наполнен водой сад и как источник, когда в сердце твоем будут источники, а то когда, когда человек начинает верить в Иисуса. Однако, на этом мне очень хотелось бы обратить ваше внимание, прежде всего, реки воды живой или Дух Святой течет от самого Христа к верующему. Прежде всего, реки воды живой или Дух Святой течет от самого Христа к верующему. Первоисточник живой воды – это Иисус Христос. Вот попытаюсь объяснить, как это происходит. Вы знаете, вот эти вот слова Иоанна, слова Священного Писания выражают замечательное учение о служении Духа Святого. И вот Иоанн вот этими словами, что не было на них Духа Святого, потому что Христос еще не был прославлен, помогает нам этими словами понять, что именно от прославленного Иисуса исходит Дух Святой. Именно от прославленного Иисуса, от Иисуса, который умер, был погребен и воскрес из мертвых, приходит Дух Святой, исходит Дух Святой над человека. Дело в том, что Иисус ранее говорил, говорил об этом женщине из Самарии, «Всякий, пьющий эту воду, во жаждет опять, а кто будет пить воду, которую я дам ему, не будет жаждать вовек, но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь верующей». То есть Христос говорил о том, что Он тот, кто дает живую воду Духа. Кроме слов Христа, давайте вспомним опять знакомые для нас с вами истории Ветхого Завета. Я думаю, истории, которые мы с вами очень хорошо знаем даже с воскресной школы. Книга Исход, 17 глава. Местность называется Рефидим. Это была самая последняя остановка израильского народа перед Синаем. Второй стих говорит следующее. «Укорял народ Моисея, и говорили, дай нам воды пить». Говорит Моисей, сказал им Моисей, что вы укоряете меня, что искушаете Господа. Моисей очень осторожно напоминает народу, что в действительности они обвиняют не Его, а Бога. Дело в том, что ранее Бог предупреждал людей, Бог предупреждал израильский народ о том, что будет испытывать их через опыт в пустыне. То есть они будут испытаны в пустыне. А теперь Бога обвиняют в том, что Он покинул Израиль, и люди, покинувшие Египет, обречены умереть от жажды. Ну, я думаю, вы помните продолжение истории. Да, Бог дает Моисею такое повеление. Он должен был пройти перед всем народом, должны были собраться свидетели, старейшины. Он должен был подойти к камню, к большой скале. И Господь предупредил Моисея, что я стану пред тобою там на скале. И он получает очень интересное и странное повеление. Моисей должен был ударить скалу. И так ли? И только после удара Моисея из скалы пойдет вода. Многие отрывки Ветхого Завета становятся более понятными только в свете Откровения Нового Завета. Вот что об этой истории пишет апостол Иоанн. Первое послание Коринфянам, 10 глава, с 3 стиха. Говорит об израильском народе в пустыне. И все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня. Камень же был Христос. Апостол Павел, вот смотря на историю израильского народа, говорит, что оказывается люди, которые прошли этот путь в пустыне, они имели пищу, которую получали от Бога. И один раз чудесным образом вода и пища предоставлялись Богу. Затем он открывает вот эту вот истину, что камень – это прообраз Христа. А вот теперь, вот в свете того, что сказал Павел, и в свете того, что сделал Моисей, в свете того, что говорит нам апостол Иоанн, мы с вами делаем вывод, что только после удара Моисея из скалы пойдет вода. Именно от пораженного Иисуса нам с вами исходит Дух Святой. Именно от пронзенного Иисуса от человека приходит Дух Святой. Поэтому Иоанн оставляет этот комментарий. Не было у них Духа Святого. Почему? А потому что еще не было этого удара. Еще не было удара Моисея под своим посохом по скале. Вот почему Иоанн многозначительно упоминает, что когда Бога Иисуса пронзили, текла вода и кровь. Еще один известный библейский отрывок – это уже книга пророка Эзекииля, когда Бог привел этого человека к воротам храма. Вот опять пророки, они были, наверное, очень внимательными людьми. Вот они всегда замечали то, что, может быть, не заметит простой человек. Так пророк заметил, что из-под пророка храма течет вода. Вот в его видении вообще вот в Скинии и в храме были два сосуда, которые были наполнены водой. То есть в Скинии сначала это был умывальник, в котором умывались священники, обмывались священники, а потом вместо умывальника Соломон построил огромное-огромное медное море. То есть в храме была вода в умывальниках или в море. А вот интересно, что умывальник и море теперь заменяются потоками живительной воды. И вот пророк видит реку, которая повсюду приносит жизнь. Он очень хорошо на это обратил внимание. Из-под порога храма вытекает река, и она повсюду приносит жизнь. Он наблюдает за тем, как течет эта река, и шаг за шагом Израиль превращается в рай. Шаг за шагом, вот по течению реки Израиль превращается в рай. Он даже замечает Мертвое море. И вот когда видишь, что вот эти воды, они пришли в Мертвое море, там появилась рыба. Там столько много появилось рыбы. Признаком новой жизни появляется вот это вот изобилие. То есть Израиль превращается в рай. Интересно, что опять в Евангелии Иоанна Иисус Христос является храмом, в который возвращается слава Господне. И слово стало плотью, обитало с нами полная благодать и истины. Мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца. Он воскрес, как истинный храм Скиния, в котором восстановлена Божья слава. Именно из Него, воскресшего и прославленного Дух Святой, приходит к ученикам в символе Его дыхания. Когда воскрес Господь, Он пришел к Своим ученикам, опять сделал это странное действие, дунул и говорит им, примите Духа Святого. Это произошло только после воскресения Господа Иисуса. Между прочим, изображение дара Духа Святого от воскресшего Господа, оно соответствует и остальной части учения Нового Завета. Апостол Петр в книге «Деяния апостолов» говорит, что Он, быв вознесен десницей Божией, и принял от Отца обетование Святого Духа и злил то, что вы ныне видите и слышите. То есть тексты Писания подтверждают и говорят о том, что Дух Святой, как дар, Он приходит к верующим людям только после смерти, воскресения и прославления нашего Господа Иисуса Христа. Ну и последнее, на что обращу ваше внимание, еще раз прочитаю этот текст. Вы посмотрите, как немножко неправильно он звучит. Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. То есть, ну вот если бы вы отвечали, ну если бы вы говорили, кто жаждет, иди ко мне и пей, да? Кто верует, ну мы бы скорее всего сказали, что жажда его будет утолена, не так ли? Посмотрите, как интересно говорит Господь. У того из чрева потекут реки воды живой. А вы знаете, что это значит? Это значит, что мы с вами должны быть сосредоточены на других людях. Любой верующий человек, каждый верующий человек должен быть сосредоточен не на себе. Он должен быть сосредоточен на ближнем человеке. Мы с вами должны понимать, братья и сестры, для чего мы получаем Дух Святой? Для чего мы получаем дар спасения, дар веры, дар покаяния, дар новой жизни? Это чтобы другие могли этим пользоваться. Чтобы стать вот этим вот живительным источником для других людей. Дорогие братья и сестры, давайте будем помнить о тех, кто вокруг нас. Давайте будем помнить о том, что благодатью Господа кем мы с вами становимся. Благодатью Господа мы не только получаем Дух Святой в нас, но у каждого из нас с вами есть возможность служить нашему ближнему. А служить именно тем, что можем быть благословенным источником для спасения души человека. Я думаю, нам есть о чем благодарить Господа, есть за что благодарить Господа. Давайте помолимся, какое желание помолиться, пожалуйста, помолитесь. Аминь.